С лета 2011 года в 61-м учреждении здравоохранения области рабочие проводят капитальные ремонты, обновляют в основном хирургические, реанимационные отделения, операционные блоки, приёмные покои, а также крыши и коммуникации. В отремонтированные помещения устанавливают новое медицинское оборудование. Врачи начинают работать по новым стандартам оказания медицинской помощи. Сегодня их внедрено уже 29. На модернизацию потрачено более 1 миллиарда рублей. В этом году предстоит освоить ещё 2 миллиарда. В целом мы находимся на 33-м рейтинговом месте в России. Это неплохой показатель. Освоение в целом программы идёт около 70%. Мы планируем 1 октября закончить полностью эту работу. Работа предстоит колоссальная, сразу скажу. Отыгрываем аукционы на остатки средств по ремонтам больниц, по оборудованию. И в этом году у нас предстоит информатизация наших учреждений. Ещё одна задача модернизации – информатизация больниц. 130 миллионов рублей потратят на закупку компьютеров и проведение глобальной сети. Врачи будут ввести электронные карты больных, а пациенты смогут записываться на приём через интернет. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе откроют специальные центры. В этом году мы планируем открыть три сосудистых отделения. Это региональный центр сосудистый будет на базе областной клинической больницы и два сосудистых отделения на базах БСМП города Кургана и города Шадринска. Все эти меры в конечном итоге должны решить самую главную задачу, отметил на заседании губернатор Олег Богомолов. Увеличить численность населения региона за счёт повышения рождаемости и продолжительности жизни. В прошлом году в Заурале умерли 2,5 тысячи человек и 9,5 тысячи уехали из области. Численность населения сократилась почти на 13 тысяч. Родилось же в Заурале только 11 262 ребёнка. Как отметил глава региона, даже в послевоенный 1950 год рождаемость в области была в несколько раз выше. Родилось в Курганской области 25 610 человек, 5 лет после войны. Фронтовики измученные из разницы, женщины измотанные войной 25 тысяч, умерло 10 тысяч, плюс 14 тысяч прирост населения Курганской области. Рождаемость можно повысить за счёт сокращения абортов, считает глава Заурале. В прошлом году их было сделано в регионе 9,5 тысяч. На поддержку молодых семей областное правительство ежегодно направляет полмиллиарда рублей. В ближайшее время заработает перинатальный центр. Поликлиника откроет свои двери в конце февраля, а сам центр в конце марта. В современном учреждении будут выхаживать малышей весом от 500 граммов. Это также позволит увеличить рождаемость, надеются областные власти. На совещании губернатор региона также поставил задачу открыть в этом году хоспис и закончить все мероприятия по модернизации здравоохранения.